Можете меня поздравить, наконец-то у меня Mi Band 4 на канале. Я купил его на Алиэкспресс и это глобальная версия по цене 38 долларов. Но если смотреть трезво на все это дело, то оказывается покупать глобальную версию браслета нет никакого смысла. Можно купить китайскую за примерно 31 бакс и точно так же радоваться покупке, только гораздо дешевле. Ну а если еще и кэшбэк применить, то еще можно немножко сэкономить. Какие вообще версии браслета существуют? Их всего три. Китайская с NFC, китайская без NFC и глобальная тоже без NFC, та которая у меня. И тут встает главный вопрос. Стоит ли покупать Mi Band 4 с NFC? И ответ нет, не стоит. По всей информации, которую мне удалось узнать, Mi Band 4 не поддерживает бесконтактные платежи вообще. Купить что-либо с помощью NFC чипа невозможно даже в Китае. Модуль NFC здесь предназначен исключительно для чтения и эмуляции карт. То есть для пропуска через турникет на проходной в здании, например, или для доступа в отели, на парковке и так далее. Вы спросите, так как же китайцы расплачиваются за товары? Китайский Mi Band 4 поддерживает оплату по Alipay. Но при оплате по Alipay на экране браслета появляется QR-код, который считывается продавцом. NFC тут не задействуется. Такие дела. Ну да ладно. Почему я говорил, что смело можно покупать китайскую версию браслета? Да потому что в конце июня обновился Mi Fit, а с ними прошивка браслета, что добавило русский язык в браслет. И это круто. Поэтому смело берите китайцы и обновляйте Mi Fit на самый новый. А мы переходим к первому запуску и настройке. Перед тем, как соединить браслет с телефоном, я его подзарядил. Зачем я это сделал? Ну, во-первых, я не знаю, сколько заряда у Бенда после распаковки. Во-вторых, для того, чтобы во время обновления прошивки сразу после подключения браслет не сел. Ну и в-третьих, я его просто хочу зарядить, чтобы мне не нужно было его лишний раз выбирать из браслета. Далее. При первом включении браслета на его экране будет отображаться надпись Pair First, которая говорит о том, что нужно подключить Mi Band 4 к смартфону. И в китайской версии отображена та же картинка, только, соответственно, надпись на китайском. Скачайте Mi Fit. Это официальное приложение от Xiaomi для работы с браслетом, которое доступно как для Android, так и для iPhone. Зарегистрируйте Mi Account. Для этого запустите приложение Mi Fit и нажмите кнопку «Создать аккаунт». У меня аккаунт уже есть, поэтому я регистрацию пропущу, и я думаю, вы справитесь с этой несложной задачей и без меня. Заполните все поля и после регистрации выберите вход с помощью Mi Аккаунта. Для привязки фиднес-браслета к своему телефону в приложении Mi Fit делаем следующее. Переходим на вкладку «Профиль», нажимаем кнопку «Добавить устройство», нажимаем на браслет, и когда Mi Band 4 завибрирует, нажимаем сенсорную кнопку под экраном на самом браслете. Вот и все. После этого браслет захочет обновиться. Смело делайте это, и далее перейдем к настройке самого браслета. Я настраиваю браслет под себя. Для меня эти настройки являются самыми оптимальными. Тренировка и друзья нас пока что не интересуют, а интересуют нас настройки по профилю. Ну, во-первых, в самый низ. Заходим в настройки и смотрим, чтобы единицы измерения были метрические. Можете, конечно, поставить и цинь, но, думаю, килограммы будут удобнее. Далее я убираю статус браслета из шторки уведомлений, чтобы он там не мешался, не болтался. И после этого я устанавливаю цель активности в 12 тысяч шагов. Именно такая цель у меня проходить каждый день. Переходим на один шаг назад и выбираем наш браслет. Тут уже можно выбрать конкретный циферблат. Кстати, они какие-то все мультяшные, и я пока что оставлю стандартный. Разблокировка экрана смартфона с помощью Bluetooth я не пользуюсь, но если кто-то не хочет разблокировать смартфон с помощью сканера отпечатка пальцев, то можно разблокировать телефон с помощью браслета, находящегося рядом. То есть вам вообще не нужно будет разблокировать телефон, просто включайте экран и свайпайте вверх. Но имейте в виду, что отключить это можно только через настройки телефона в разблокировке по Bluetooth. Обязательно включаю предупреждение о входящем вызове без задержки, потому что хочу сразу знать, что мне кто-то звонит. В разделе вибрации можно самому создать рисунок вибрации, и это интересно, я даже создал себе какой-то. Также включаю вибрацию на уведомления на некоторые свои приложения, вайбер, джимейл и смски. Будильника умного здесь нет, то есть по фазам снайта смартфон вас не разбудит. Здесь можно добавить сколько угодно будильников и включить и выключить, вы их также сможете прямо с браслета. Настройки времени будильника в самом браслете нет. Активацию экрана с помощью поднятия запястья я выключаю, таким образом я всегда экономлю аккумулятор, потому что как бы хорошо эта функция не работала, она все равно будет иногда включаться тогда, когда вам это не нужно, а это жрет батарею по чуть-чуть. Еще для экономии батареи можно включить ночной режим, запрограммировать его на включение после захода солнца, либо выбрать вам удобное время. Я, например, выбираю с 9 часов вечера до 6 часов утра. Тогда яркость браслета будет минимальной в ночное время суток. Измерение пульса во время сна я включаю, потому что это позволяет мне получать более точные данные о сне, а сон мне интересен, я всегда за ним слежу. Кстати, дневной сон Mi Fit не фиксирует, это можно делать с другими сторонними приложениями, например, Mi Band Master. Также можно включить постоянное измерение пульса, но этого делать не советую, потому что это сильно отъедает аккумулятор. В пункте настройки, отображения я убираю пульс, чтобы он мне не маячил и не мешался в менюшке браслета, потому что за многие годы использования фитнес-браслетов я понял, что им просто не пользуюсь. Ну и погода, обязательно выбирайте свой город для того, чтобы знать, какая погода вас ждет сегодня и в последующие дни. И это, по сути, все по самым главным настройкам Mi Band 4. С сегодняшнего дня я его буду носить на своей руке каждый день и после нескольких недель я сделаю обзор на этот браслет со своими замечаниями и приставучестями. Если вам интересна тема опыта использования гаджетов, то подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите моих новых видео. Ну а с вами был Женя, как всегда, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok